Рюкьюанского мира завоевательного приветствия вам, друзья! Ну что ж, продолжаем наши подвиги. На этот раз мы добрались до Туниса. И теперь мы будем рвать и метать, попробуем взять с Туниса по полной. Тут много крепостей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но я думаю, что для возвращения нам достаточно будет захватить только вот эту крепость и вражескую столицу. Тотальную войну Тунису проводить не будем. Мы лучше возьмем побольше провинции вот от этого парня и будем их довольно переваривать. Нам, я думаю, что этого пока хватит. Такс, как я говорил, у нас еще есть возможность увеличить количество армий аж на четыре тысячи солдат. И где же мы в этих армиях больше всего нуждаемся? Ну, точно не тут. Тут у нас все в порядке. Тут мы тоже сумели решить проблемы. Может быть, может быть, все-таки... Ну, хотя в войне против Японии тоже не думаю, мы в любой момент сможем перебросить туда армии. В войне против России. О, да, кстати. Дружище, мы же не выставили тебе все, что я хочу. Не знаю, где у тебя есть претензии, а где ты их уже потерял и знать не хочу. Но все вот эти вот территории, пожалуйста, отклипай их. Госпитальеры и все остальное. Все, что видишь, все твое. Ваш союзник уже заявил. Хорошо, молодец, союзник. Заявил, значит, прав. Так и надо. Все, мамлюк. Теперь мы тебя будем кормить так, чтобы прямо аж лопалось. Мы немножко остановились с тем, чтобы набирать все больше и больше развития. 3629. Больше переключились на другие дела. Но надо возвращать позицию. Да, кстати, солдаты. Ты же хотел нанять пехоту. Поэтому давай нанимать пехоту. Пехота нам нужна. 4000 пушек. Тут сколько пушек воюет? Ноль пушек воюет. 9000 пушек. И 8000 пушек. То есть тут пушек хватает. Здесь 2000 пушек. Как-то выглядит маловато. Скромновато. Здесь 7000 пушек. А против Японии у нас сколько пушек будет воевать? Ноль пушек тут. И... Ноль пушек тут. Понятно. То есть, самая важная война у нас без пушек. Круто. Понятное дело, 4000 пушек нам надо. Где мы их будем строить? Там, где не будет никаких восстаний. И там, откуда мы их заберем. Раз, два, три, четыре. 4000 пушек, пожалуйста. Просто 4000... Ну, не 1000, конечно, пушек. А 4000 солдат, обслуживающих пушки. Сейчас залетишь, и мы тебя хорошенько попрессуем. Хочешь с мамлюками повоевать? Повоюй с мамлюками. Минус четыре тунистических корабля. И мы даже себе какой-то кораблик захватили. Ну, окей. Давайте их отмиссионерим по полной. Сразу в крепости ведем. Так, ноль и ноль. Не берем новых техов. Пока не надо. Пусть лучше действует лучшая скидка. Я надеюсь, что мы сумеем захватить до того, как к нам вернется посол. Да и ладно. Вот эти африканские... Не хочу, не буду, забуду и буду. От давашки столиц тяжелые. Без столицы оно ж ни в какую. Туниска, редиска. Туниска вот так может попробовать пройти, но кто ему даст право прохода? Вот в чем вопрос. Есть восстание? Нет восстания. Ирак. Против Ирака у нас тут есть войска. Конго. Десять тысяч. Мы готовы. Нупе. Двадцать четыре тысячи. Вот это надо все войска отводить к Нупе, чтобы разбить. Потому что Нупе достаточно далеко. Хадия. Где это Хадия? Идем к Хадии. Ну пожалуйста, ну захвати. Жесть. Из-за того, что мы не можем захватить эту гребаную столицу, у нас все будет простаивать. А столица в каких-то жопенях непонятных. Но я думаю, что с Тунисом мы все гораздо быстрее сделаем. Вот тварь. Жесть. Я уже там даже святой водой покрапил. Но тем не менее не захватывается. Теперь про колонии. Надо вспомнить. Ух ты ж. Не самое лучшее. Они колонизируют территорию, конечно. Так, а наши прибыли. Отлично. Восьмое апреля 609-го. Вроде как на эту дату ничего не назначено. Перемирие Тараско-Кичи. Так, Зимбабве готово. И надо подумать, где наши поработают еще. Сан-Давай. Ну, можно было бы. Но вообще надо поставить туда, куда потом перекочует наше владение. Хотя Сан-Давай 15 месяцев, 0-2. Это выгодно. А где находится Дженна? Дженна, Дженна, Дженна. А ну-ка. Оно единственное. Понятно. Потом завоюя, мы будем трогать. Вот тут можно что-то. Кумаси, например, или что-то подобное начать перекрещивать. Или Дагбон. Дагбон не должен составить проблем. И сосредоточиться на этом регионе. Будет восстание, то будет восстание. А, он вообще 0. Никак не затрагивает. Ладно. Тогда давайте сделаем вот так. Посмотрим как-то с рисками восстаний. По идее, проблем не должно быть. Но можно проверить. А то вдруг... А то вдруг... Недавнее восстание до 617-го. Отлично. Значит, тут восстаний не будет. Зато вот тут может быть восстание. И мы стоим, и умираем. А где тут лимитов снабжения поболее будет? 22. 27. Вот иди сюда. Наконец-то. Отлично. Все. Ты мне отдашь все, что я у тебя запрошу. Я хочу больше провинций. Потому что мне надо что-то переваривать. В топочке переваривания. 63,9. И это с учетом того, что... Так, а если я хочу, чтобы ты забыл про все, ты готов про все забыть? У Туниса я, допустим, захочу взять провинцию. Но 208. Это мне еще их накопить надо. Лучше не спешить. Вопрос просто, с кем я еще смогу повоевать, кроме вот этого парня? С кем у меня там перемирие подойдет? Тарас Кокичи, Уисуги, Хасакава, 611-й. Ну, как вариант. Все равно надо копить очки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну да, и мне надо заканчивать с ними войну, потому что сейчас восстания начнутся, и будут проблемы. 217. Небольшая провинция, можно взять еще ее. Все, в топку закинули. Теперь спешим на подавление восстаний. Помним, у нас восстания в нупе будут. Еще десятипроцентную скидку получили. Отлично. Две провинции национализируем, и дальше переключаемся полностью на Тунис. как на Объект Военных Действий. Сонга, Сонга, Сонга. Привет, Сонга. Держи. Ну, как бы ничего сверх страшного не произошло. Можем побороться и там, и там, и там. Вперед в атаку. С этими повстанцами мы успеваем справиться. Давай Тунис, только ты теперь. Не сопротивляйся, пожалуйста, так, чтобы я мог не переживать. Тут еще восстание может случиться. Там восстание, и там куча восстаний. Но, где восстания могут случиться, там у нас куча народа. Замечательно. То есть, к этому мы подготовились, и проконтрим их с легкостью. А кроме всего прочего, у нас тут целая порция супергалеончиков. А ну-ка, идите сюда, родные. Японскому флоту, очевидно, не жить. Не сможет он нам противостоять. И это хорошо. Так, и у нас свободный дипломат. Понятное дело, что мы не с Тунисом будем заключать перемирие. И воевать мы особо пока ни с кем не будем. Нам надо фабриковать претензии. Мы на Эфиопию фабрикуем претензии. Можно еще с мамлюками получать отношения. О, вот что мы будем делать. Перед тем, как вытрясем, или вытряхнем из Туниса душу. Есть, крепость готова. Теперь сразу столица, и можно думать о спокойном перемирии для нашего вассала. А также нам понадобится период мира, чтобы скинуть военную усталость перед великими грядущими воинами. Да, мы потеряли чуть-чуть в доходах, но резерв в 23 тысячи это как гарантия того, что ничего страшного с нами не случится. Так, Магадишу. Еще одно место, где восстание больше не состоится. И у нас вопрос, куда же дальше отправлять нашего, 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 нашего. Малийские сепаратисты. Малийские сепаратисты придут к нам. Поэтому будем стоять. Цепко-крепко. Есть одно место, где стоит риски восстаний подхлестнуть. Например, если мы обратим весь вот этот регион, то нам не понадобится здесь держать войска. Хотя, конечно, войска у нас здесь есть, и войска достаточно быстро в любую точку отправятся. Тут в основном сепаратизм. Источник беспорядков. Ладно, давайте попробуем с ними поработать. Религиозное единство потерпит. Нам все равно необходимо будет с ними работать. Так или иначе. Или они нас восстаниями своими. Дышать спокойно не дадут. Так, 12 тут и золото. А столицу они уже до 31 прокачали. 21 раз была улучшена столица. Ну, пусть продолжают улучшать. Тем реже они и улучшают, чем дороже это стоит. Так что мы пока фабрикуем претензии сюда. Дипломата забираем. Так, а где тунистический порт? Вот тут вот. быстро захватить и все наше. О перемирии договориться. Не надо тратить лишнего времени. Свободный дипломат готов заключать перемирие. С Тунисом у нас тоже особое отношение. Мы в принципе все, что хотим, это чтобы он вернул территорий мамлюкам. Пока не хочет. Немного территорий мы просим. И одну территорию себе забрать хотим. Это тоже немного. Так, снационализировать. Но свободного дипломата тогда давайте применим. Применим куда-нибудь. Кого-нибудь оскорбим. Например, Китай. И еще 30 дней он будет добираться. О, отлично. 26 тысяч повстанцев. Блин, только я боюсь не успею. Ну и 11 тысяч тут, это не мои проблемы. Хотя, почему не успею? Успею очень даже. Очень быстро сюда. И он зайдет в сражение как раз когда второй будет сражаться. Ну что, готов биться вперед. А то, не дай бог, они еще захватят. Это будет обидно. Так, созван совет. Это я знаю, о чем нам говорит. Это нам говорит о том, что мы сейчас сможем получить очков много. А ну-ка, 10 влияния и 150 очков. Это 800, почти 900. Можно вкачивать техи. Скидка 5% есть. Большей скидки мы ждать не будем. скидку. А можно ждать большую скидку и вкачать провинции на развитие. В принципе, это тоже как вариант. Надо будет покумекать об этом в следующей серии. Так, сфабриковать претензию на Эфиопию мы сфабриковали. Следующий, кто или на кого мы сфабрикуем претензию. 16 развития какой мощный. На Японию мы две претензии по-моему сделали. На Килву у нас претензии есть. На Конго у нас нет претензий. 6, 6, 7, 7, 10, 5 и 5. Ну, а вообще есть еще очень сильно развитое фулоу. Давай, не сдавайся, ты должен победить. Отлично, успели. ценой невероятных усилий и траты невероятного числа рекрутов битва высокогорья через минуса, но тем не менее мы даже персия сюда пришла. так, вам выплачивать займы не надо. Победу тут мы одержали, тут наши крепости им не дадут ничего. Я думаю, что есть тяжелая, но при этом очень важная победа. красавцы, можете восстанавливаться. 14 тысяч. Зато сказали нет сепаратизму и не пропустили сепаратистов. Так, тут совсем чуть-чуть осталось. Октябрь 609-го. В 609-ом больше ничего. Есть. Столица Туниса захвачена. Теперь все, что остается, это подписать с ними перемирие. Но придется ждать 37 дней. Вопрос, что это время будет делать наша армия. Против кого она будет работать? Если с Яо мы заключили перемирие, если Тунис это наша последняя война. Так, национализировать. Если нам не хватает админки. И вот это стоило бы закрыть перед принятием технологии. Тогда мы получили еще лимит. армии. Можем еще 2000 нанять. Это надо подумать. 10 октября 609. Январь 610. Тараско и июнь 611. Уисуги. Воюем в Японии. Ну да, армию по сути тогда надо отсюда выводить. Захватывать новые крепости точно в мои планы не входит. Поэтому давайте пока уберем армию. Эта армия уже будет в следующий раз воевать с Османской империей. 21000 от Туниса. Но они ничего не успеют сделать. Одна колония готова. Навигатор отлично и Дженны. Восстание в Дженны. Хорошо. И в Васити восстание. Так перейти. Где у нас Васит? 10 тысяч. Я думаю что мы успеем разбить это восстание. Вот тут стоило бы подготовить институт. через три месяца у нас сменится эпоха. Посмотреть что она нам даст. Интересно. Все. Можно договариваться. Это отдаем мамлюкам. это отдаем мамлюкам. Это отдаем мамлюкам. Это отдаем мамлюкам. Пусть они сами все это дело переваривают. Так что хотят вот это они и хотят. Мы можем продолжать отдавать им прибрежную территорию забрав себе одну самую скромную провинцию. Майнс Мюнстер Тоскана Ильеш. Начнем такую войну и у нас будет проблема. Вообще хотя весь Тунис можно спокойно скарм а нет нам нужна одна провинция чтобы объявить им потом религиозную войну. Причем эта провинция должна находиться там откуда мы постоянно можем им объявлять религиозные войны. Татуин например очень даже граничит остров нам не подходит Тугурт можем взять 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 мы его очень быстро обратим или просто тогда прибрег прибрежную линию так вот это себе а все остальное можно тогда тоже предложить мамлюку правда все остальное будет стоить дипломатических очков вот чего я не хочу так вы согласны дать им раз два три четыре пять провинций раз два три четыре пять провинций так дальше было бы неплохо чтобы был морока вас если я хочу взять это то это уже будет стоить мне восьми очков но потом все следующие войны можно будет проводить без траты с другой стороны если у меня здесь будет восстание то сюда моя армия будет идти сто пятьсот лет а если восстание будет здесь то сюда моя армия будет идти куда быстрее но тут нет границ поэтому смысл брать никакого смысла да вот этот смысл вот вот что мы берем мы можем взять у него много денег но это только до 617 перемирия одна провинция это совершенно не нагрузка на нас для религиозной войны наоборот хорошо с другой стороны с другой стороны мы могли бы организовать силы вторжения вот сюда ну хотя у нас будет повод с Испанией повоевать я думаю что Испанию стоит оставить лет на 20 вперед мы уже в принципе находимся возле Европы тут проблема в том что у всех очень хорошие защитники так или иначе так что нам хватит такого перемирия так вас мы вернули теперь вы стали 4 3 4 12 15 на 20 развития больше и я получил немножко развития оу я не смогу ее национализировать вот такой висяк будет у меня тут висеть но правда 2% всего лишь не такой уж он и страшный это нам надо выходить вот сюда через Османскую империю потом я смогу его национализировать или куда-нибудь вот сюда и тогда мы станем ближе получить больший доход с торговли защитить братьев поверью в опер да ну что может быть лучше мы же хотели сфабриковать претензии на него вот вот оно и есть вопрос только у меня там колониальная что-то работало до 610 до 2 октября то есть год претензия все-таки мнится мне лучше пусть будет претензия и мы теперь можем побыть в мире пока перевариваем то что есть и копим админочки для новых войн справляемся с восстаниями но если захотим потом всегда есть с кем повоевать так как время перемирия истечет и это станут вкусняшки такие вкусные объекты у нас на границах спасибо админочка мне сейчас очень нужно прям но очень молодцы подавили еще это восстание войска все есть а не воюем по уже озвученной причине потому что уменьшаю нагрузку на страну и коплю буфер из очков а да я еще и про прокачку провинции говорил прокачка как бы не спешит мы можем нам и не надо будет прокачивать мы скорее всего с рисками восстания будем бороться чтобы административную эффективность настакать в новой эпохе вот что мы будем делать вот что мы друзья будем делать плюс мамлюки нас любят теперь мы вернули много провинции поэтому с мамлюков можно вить веревки принудить к смене религии это во-первых во-вторых торговлю мы пока от них не требуем пусть получают успокоить местную знать в общем нам есть куда сливать престиж все кочующее владение может уходить отсюда здесь вы сделали все что надо давайте посмотрим куда мы пойдем где у нас среда япония я боюсь что у нас тут будут японские восстания у нас армия не вывезена ну как вариант сколько 22 месяца по 20 это одно из лучших значений нет и диктов и не является владением по 18 месяцев достаточно быстро а чевчевенов чевчевенов я хотел быстрее перекрестить а а смысл это все разное владение ну и правильно сделал хорошо ладно вот они чевчевенские сепаратисты заберем вот эту небольшую армию из 4000 отсюда 3000 пехоты нет вопрос сколько японских восставашек будет и где они 17000 не это не оно это ой это не то 14000 в бунго и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Красавцы Субтитры создавал DimaTorzok 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 Куда же тебя приставить? Субтитры создавал DimaTorzok Куда-то тебя надо приставить, вопрос только куда? С осмадами у нас граница есть, проблемы воевать с ними нет С России нет границы, только через вассала и это проблема О! Да, кстати, 610, может быть это повод? Повод потребовать территории от Авелланы, угрожая им войной? Да, они же готовы отдать территории Слушайте, это круто! Это круто! Так, теперь между нами перемирие Еще одна провинция требует национализации Круто! Теперь уланы 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 мы можем потребовать вот эту провинцию и выйти на границу с Китаем И что бы вы думали, теперь нам нужны претензии на Аву, Ланну И можно их спокойно клепать Державы не выплачивающие дань, минус 0,47 Прощай, китайский мандат Желаю тебе удачи Всегда знал, что ты не очень хорош Естественно, Китай побоится иметь со мной дела А в Ланну мы разрезали Трехзвездочный Вот это мощь На кого, интересно, легче склепать? Ну, на Ланну претензий нет смысла крепать Потому что Как бы всегда И легко это сделать И у нас есть претензии нашего вассала, которого можно покормить О, да здравствует эпоха абсолютизма Супер Так, можно национализировать И то, и другое По эпохе абсолютизма у нас Натравил каперов Эмбарго Соперники Оскорбил соперника Цели прошлой эпохи Цели этой эпохи Выполнены полностью То есть мы сохраняем за собой статус Три торговых компании Или император Китая Абсолютизм 90 Прирост у нас плюс 5 В принципе, неплохой Эпоха абсолютизма Для нас Означает, что мы теперь можем настакивать за военные очки абсолютизм Это у нас как раз легитимность Пожалуйста, 100 на 2 Или успокоить восстание Дальше Дальше Надо подумать В принципе, нам абсолютизм нужен именно в момент национализации провинций Так что мы можем не спешить Так Проатаковали Да, привет, Китай Видишь, как мы Протянули к тебе ручку Теперь еще и скидки от тебя будем получать на техи Угу Лимит флота Да, 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 хорошо Но нам все еще нужен престиж Много престижа Много престижа Много престижа Ой, да, длинная серия получилась Было о чем подумать Было куда, что, где завести Что это тут такой припаялся Это Португалия сюда тоже решила прийти Ох, и Португалия наглая Угу Почти готово Отозвать и Следующая провинция Вот тут на 7 развития провинция Ее неплохо было Вот тут на 10 Ее вообще очень неплохо было бы приобщить Тут на 5 Ну и, конечно же, вот эти вот провинции 5 развития, 5 развития, 5 развития 6 развития, 6 развития, 6 развития 8 развития Ну, начнем от большего к меньшему 13 развития 13 развития Наверное, заберем вот эту провинцию на 10 развития Она же в Малукском торговом узле Соответственно, 10 развития Это далеко не лишнее Отправить Насчет эпохи, да Надо будет подумать Что и как тут сообразить И Мне нужны очки Я как бы знаю, где их выцепить Переставил национальный фокус И они будут расти быстрее А претензий на Османскую империю Я теперь имею очень много Претензии на Тунис удовлетворил Кстати Да, пока Не забыл Любая прокинутая Любой прокинутый червяк Она может служить хорошим поводом Давай Весь Тунис твой Захватывай и делай претензии Делай больше претензий Все И по идее У меня еще одно место есть Для еще одного вассала Еще одно место Для улучшения Еще одного вассала Кто-то хотел посмотреть Мою карту коалиции Вот такая вот она В коалицию есть Кто хотел бы вступить Но Их не так уж и много Потому что Основных Желающих вступить в коалицию Мы уже давно съели И переварили Так Тут мы отобрали еще две провинции Это означает Что если еще Наклепаем претензии То отберем еще провинции Красавцы Режьте ножом Следующую провинцию Которую я хочу Отобрать Это наверное Будет вот эта вот крепость Чтобы была защита От Китая Как минимум Так Верфь здесь построена Автономия снизилась Уже Чуть-чуть Что еще Здесь надо построить Можно Мануфактуру построить Можно построить Военный городок Давайте Мануфактуру И будем Стакать Абсолютизм В следующий раз Мануфактуры Почти достроены То есть Есть расчет На то Что наш доход Возрастет Взрывообразно И Престижик Надо чтобы его Обратить В послушание Мамлюков Чтобы подобострастно К нам Относились Так И Я переставил Сюда Переставил Дрифующее Володение Ну если что Всегда можно Что-то подобное Применить Хорошо Хорошо Друзья На этом Будем с вами Прощаться 10 февраля 1610 На этот момент Развитие Рюки 3743 Было бы хорошо Если бы было 4 Но Да ладно Самое главное Что мы увеличили Общее развитие 4728 И 985 То есть Грубо говоря Уже 5700 Развития Есть На 1610 И Самое приятное Что есть еще 10 админоффективности Что Сделает Дешевле Присоединение Персии 2197 На 10% Отлично Октябрь 1650 Каждый месяц Расходуется 4 очка И Хорошо Потому что Мы успеем Мы Успеем Таким Образом Закрыть Идейку Очень Скоро А потом Накопим И на Технологии Все это Присоединяя Вассала И все это Присоединяя Вассала Так еще Один день Сохраняюсь И прощаюсь С вами Всем Рюкюанского Мирозавоевательного Прощания Удачи